Всем нам известны эти строки. Товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена. Написал их один из самых любимых россиянами поэт Александр Пушкин. В Одинцовском лицее номер 6 уже более 20 лет существует хорошая и добрая традиция устраивать неделю лицеистов, посвященную Александру Сергеевичу. Я вас всех поздравляю с этим конкурсным днем. Я желаю всем успехов. И хочу напомнить слова известного друга Александра Сергеевича Пушкина. Дельник писал, Пушкин, он и в лесах не скроется. Лира выдаст его громким пением. И вы знаете, что эта лира всегда звучит в стенах нашего лицея. Но в дни лицейской недели она звучит особенно звонко, особенно ярко и вдохновенно. Любовь к поэзии великим поэтам 18 века прививается со школьной скамьи. Не только старшеклассники, но и самые маленькие ученики лицея с большим удовольствием приняли участие в конкурсе чтецов. Я вас любил так искренне, так нежно. Когда я вам Бог, любимый быть другим. В лицее есть Пушкинский зал, который передает атмосферу 18 века. Кажется, что сам Александр Сергеевич сидит рядом и вдохновляет ребят на чувственное и трогательное прочтение произведения. Под шепот стариной долгливой, рукою верную я писал. Примите, что вы мой труп и длинный, ничьих не требуя похвал. Счастлив, пушьян, надежно и сладко, что дева с трепетом любви. Посмотрим, может быть, украдка на песни вешней двоине. Жюри – учителя лицея. Они оценивают выступление по нескольким критериям. Сценическая речь, создание художественного образа и артистизм. Несмотря на то, что юные чтецы немного волновались, справились все, Полянская Настя выступила с авторским стихотворением. Девочка посвятила его музыке. Город тихо засыпал, дождик песни напевал. И, собравшись, что есть силы, он мелодию сыграл. По крышам побежал, не глядя, как по клавишам рояля простонал. Дудух, дудух, водосточную трубу. А на втором этаже расположилась выставка подделок и рисунков лицеистов. Участвовать мог любой желающий, но главное – создать свое произведение искусства и посвятить его великому поэту. Здесь можно увидеть многое – от простых рисунков до настоящих картин, от маленьких поделок из пластилина до серьезных глиняных работ. Учителя Пушкинского лицея подчеркивают, что с каждым годом становится все больше учеников, желающих выразить свою любовь и признательность к русскому поэту. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».